С праздником! Переходя к Слову Божьему, хотел поприветствовать всех, кто с нами в онлайн, кто на каналах смотрит нас, всех, кто выбрал для себя приоритетом и важностью то, чтобы сегодня отделить это время, этот день для Слова Божьего. Благослови нас всех, Господь! Сегодня проповедь или размышление, которое я хочу предложить нам, я назвал «Апокалипсис» или «Включите свет». И первое местописание, которое я хотел прочитать, это написано в книге «Экклесиаста», 11 глава, 7 стих. Библия говорит и утверждает так. «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце». Очень просто. «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце». Я, знаете, всеми своими чувствованиями понимаю, о чем здесь написано. Но я понимаю о том, что сегодня я проснулся утром, и первое, от чего, наверное, я начал получать удовлетворение, радость или сладость, Наверное, это не потому, что я взглянул в окно и увидел солнце. Наверное, потому, что я попил кофе, потому, что я, может быть, кто-то меня обнял, может быть, ну, то есть какие-то моменты. Но, наверное, я не могу сказать, что солнце или свет, который я увидел в окне или выйдя на улицу, принес мне какое-то удовлетворение. Но Священное Писание, оно говорит о том, что сладок свет и приятно смотреть на него. И, знаете, я думаю, в чем тогда глубина этой простоты и этого утверждения, что свет для нас является сладостью и приятным. И давайте мы немножко в этом разберемся. Давайте вспомним о том, что на первой странице Библии, когда Бог открывает нам сотворение неба и земли и всего сущего, Он открывает нам некие, ну, тайны мировоззрения. И давайте мы прочитаем, как написано «Бытие», первая глава, с первого по четвертый стих. Книга «Бытие», первая глава, с первого стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Бог для нас, для людей открывает это послание и говорит, что «Я создал этот свет». И знаете, вот в этот момент хочется понять, насколько для нас это является ценным, насколько мы можем придать этому какую-то, знаете, дать нагрузку и поблагодарить Бога. Иногда, когда у тебя в кармане что-то появляется, или у тебя какой-то бонус в жизни, тебе легко сказать, я благодарю тебя Бог за то или за то, но какая ценность в этом свете? Какая ценность в том, что на самом деле уже многие-многие годы, мне 42 года, я 42 года просыпаюсь и вижу это солнце, я вижу этот свет. Люди тысячелетиями жили до нас и видели то же самое, и солнце никуда не пропадало. И хочется понять, в чем ценность, почему Священное Писание говорит, сладостно и приятно нам видеть этот свет. Для размышления, наверное, хотелось бы привести некие примеры. Давайте просто вообразим. Мы просто поймем, если на одну минуту, вот просто представить себе, если бы солнце погасло. Если бы мы увидели на самом деле, что станет с нами. Ученые уже давно смоделировали эту ситуацию. Представьте на одно мгновение, и мы сейчас выключим свет в зале, чтобы было понятнее. Представьте на одно мгновение, что солнце погасло. Что будет происходить на Земле? Как только погаснет наше космическое сердце, уже через 8-9 минут на Земле установится абсолютная тьма. Она станет абсолютно очевидна для всех. Тьма будет такая, что ее увидят даже те, у кого в этот момент была ночь. Небо станет настолько темным, а звезды яркими. Мы больше никогда в жизни не увидим Луну. Потому что видели ее только благодаря тому, что солнечный свет освещал ее. Через 60 минут наша планета начнет остывать. На Земле прекратится фотосинтез. Многие растения и бактерии перестанут вырабатывать кислород. Через час, через 24 часа на планете уже... Я забыл сказать, что через... И в то же время мы будем подпитываться только от ядра, которое будет подогревать нас внутри. Через 24 часа на планете установится средняя температура плюс 5, плюс 7 градусов. Многие растения начнут погибать. Через неделю температура на планете Земля в среднем опустится до минус 17. Многие животные также начнут свой вид исчезновения. Землю начнет покрывать лед. И океан тоже начнет покрываться льдом. Через месяц на планете Земля установится температура минус 30 градусов. Многие растения и животные, они уже к тому моменту погибнут. Останутся только хвойные геери. Океан будет полностью сковывать лед. Через год на Земле будет температура минус 40 градусов. И жизнь останется только глубоко-глубоко в океане. Знаете, Земля, она еще будет долго остывать. Примерно до отметки минус 160 градусов. И как только мы достигнем этой отметки, жизнь на Земле в том представлении, в котором мы ее видим или понимаем, станет невозможным. И эта жизнь прекратится. Представьте, какой замысел Бога просто в этом бытовом свете. Просто в этих естественных светильниках, о которых мы сейчас прочитали, что Бог зажег эту удивительную звезду для того, чтобы она светила нам. И где-то на страницах Священного Писания Он говорит, приятно смотреть и сладостно мне видеть свет. Наверное, порой мы не можем это оценить, потому что мы привыкаем к этим моментам. Мы понимаем, оно светило всегда. Оно будет светить и завтра, и еще может много. Но представьте, какой замысел Творца в этом свете. Вот уже несколько минут мы сидим почти в этой темноте. Знаете, что с нами происходит? В этот момент мы начали потихоньку разлагаться. Вы знаете, если мы просидим достаточно много вот так в этом помещении, ну, может быть, год и больше, то глазные нервы, они начнут атрофироваться, потому что нам уже не надо будет видеть. У нас начнут обостояться какие-то моменты, мы захотим, а мы больше будем принюхиваться, больше будем что-то на ощупь делать. И через какое-то время сам организм, он потеряет эту функцию видеть. Если мы долго просидим во тьме, организм потеряет свойства вырабатывать кальций. Знаете, где он его начнет брать? В наших зубах. И первое, что у нас начнет сыпаться, это они. Но когда и их не станет, организм начнет забирать этот кальций из костей, и наши кости станут мягкими. И мы уже не сможем держать наш вес. Знаете, это просто факты биологии, астрономии, каких-то научных вещей. И я думаю, насколько Бог заложил свой замысел, любя человечество, твоя этот мир, говоря о том, что прекрасен свет, насколько он заложил свою глубину. Знаете, сегодня хочется смотреть на этот свет, на это солнце и говорить, спасибо тебе, Господи, за то, что каждый день жизни я сегодня могу жить во свете. Но мы, как люди духовные, мы должны понимать, мы должны понимать, что мы не только впечатляемся какими-то физиологическими или бытовыми моментами, мы понимаем, что у нас есть более великое откровение. И это откровение в том, что Бог есть свет. И как написано в первом послании Иоанна, первая глава, пятый стих, написано так. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Представьте, наш Бог, Он превыше всего. Солнце или еще какие-то планеты, это ничто по сравнению с Ним. И Божий свет, Божий замысел, самого Его существа, Он является в том, в людях, что Бог есть свет. И знаете, когда мы начинаем понимать это откровение, что наш Бог, Он и есть свет. Давайте немножко вспомним. Когда-то в Эдеме, когда человечество, оно имело эти первозданные отношения с Богом и имело вот эти встречи с Богом в лице Адама и Евы, но потом произошла эта трагедия, и Гаех разделил человека и Бога. И в тот момент человечество, Эдем, и те, кто были там, и мы впоследствии начали погружаться в духовную тьму. Мы знаем, мы перелистываем страницы, вторую, третью страницу Священного Писания, и мы понимаем, что те люди, которые, в принципе, знали Бога, и мы читаем о том, что Каин, он еще и имел разговор с Богом, и Бог мог спрашивать его, Каин, зачем ты убил своего брата? Каин слышал Бога, но он уже понимал, что может являть свою волю, что может показывать свою позицию. И знаете, в этот момент на землю, на человечество начала спускаться тьма. Если мы читаем о том, что люди, которые жили в бытие, мы понимаем, что эти люди, написано, у них был возраст, по 960 лет жили. Нам трудно это понять нашими умами или нашим опытом. Сегодня мы понимаем, что человечество живет, как написано в Новом Завете, и написано на страницах Священного Писания 70-80 лет. И то при большей крепости. Мы понимаем, что с того момента, как мы читаем об Эдеме, об этой истории, мы понимаем, что мир, он спускается в эту тьму. Когда мы читаем о Каине и Авеле и думаем, как он смог этот человек убить брата своего. И у нас есть некое негодование, потому что человек убивает человека. Но знаете, если мы начнем читать и перелистывать человеческую историю, мы увидим то, что на самом деле творит, творит человечество на этой земле. когда открывали Америку и первые путешественники Америку, Колумб, которые плыли как путешественники, да, открывать новый свет. И когда они туда приплыли, это было как будто так красиво, как нам это и подают. Вы знаете, что за то столетие, за первое столетие, как эти люди высадились на этом континенте, там произошел самый большой геноцид в истории человечества. Было истреблено по некоторым оценкам около 120 миллионов индейцев. Тайный Айль одно убийство. Прошло несколько тысяч лет и человек дает себе оправдание. Мне нужна земля, мне нужен ресурс, мне нужна возможность и ради этого я могу лишать жизни кого-то. Причем без разницы в каких объемах. 120 миллионов человек это даже невообразимая цифра. Друзья, это тьма. Когда человек не видит ценность человеческой жизни. Для него становится ценней то, что он видит в системе обогащения или какого-то развития. Для него становится это ценней. Когда люди живут во тьме, мы знаем историю европейской инквизиции, когда тот религиозный мир погружаясь тоже в определенную тьму изобретал такие орудия и уничтожал миллионы и миллионы людей якобы для того, чтобы эти люди покорились Христу. Но на самом деле мы понимаем, что Христос никогда не учил людей убивать или насиловать кого-то ради своего имени. Мы можем понимать только одно, что это была великая тьма в умах и в сердцах людей. Те, кого, о ком мы знаем в истории, Гитлер, который там за его правление, которые просто решили, что они могут с израильским народом, со святым народом так поступать. Несколько миллионов людей, мужчин, женщин, детей просто задавили газом, сожгли, вырвали зубы, сняли кожу и дали себе какое-то обоснование. Вот эта великая тьма, которая опустилась в это безбожественное общество, но знаете, Бог есть Бог и Свет, и Он есть Любовь. И когда-то на самом деле Бог стал восстанавливать на этой земле то, что люди потеряли однажды. И помните, Он начал, мы читаем Библию, перелистываем ее, и мы начинаем видеть, как Он зажигает небольшие светильнички. Чик! Появляется Ной в этой великой тьме люди делают, живут, что-то строят, открывают, строй ковчег. На самом деле это все было безумно, на самом деле это все выглядело так, как будто человек сошел с ума, как будто человек готовится к тому, чего не может быть. Но Бог зажигает этот светильник и говорит, свети. И возможно Ной сто лет имел вот эти переживания, когда люди подходили и говорили, ты сумасшедший, не трать время на эти бесполезные вещи. Но Ной понимал, я есть светильник Божий. Он понимал и имел это откровение о свете, что свет должен быть. Мы видим в истории, что появляется, поднимается Авраам. это так мало в этой массе человеческой. И Бог говорит ему, посмотри на звезды, на песок, вот столько будет у тебя потомков. И он зажигает этот огонек, он зажигает этот свет. Для этого еще понадобятся годы, годы, тысячелетия, чтобы этот свет становился все более и более ярким. Мы знаем, что приходят Давиды, мы знаем, что приходят Иовы, и эти люди, они начинают светить и провозглашать и утверждать закон Божий на этой земле. Приходит Исаия, приходит Иезекиль, малые пророки, и это маленькие, маленькие огоньки в истории человечества, которые Бог начинает зажигать и формировать по всему лицу земли. Знаете, и удивительно то, что приходит Новый Завет, приходит Иисус Христос, приходит вот так во плоти и начинает проповедовать Евангелие, приходит по великому пророчеству, которое было в тысячелетиями провозглашено теми, о ком мы сейчас сказали. Иисус собирает учеников и в своей первой, самой большой публичной проповеди, которая написана в Матфее, в пятой главе, которую мы называем Нагорная, Он декларирует такие вещи. Он говорит, вы свет земли. Он говорит, вы свет земли. Как вы думаете, те люди, которые сидят там у горы, это великие люди с великими политическими или какими-то автоитарными умами, или особо образованные? Да многие пришли туда для чего? Чтобы просто поесть, попить там эти рыбы, хлеба поделить, может быть какое-то чудо получить? Христос говорит, вы храм Духа Святого и вы являетесь теми, кого я сегодня называю и говорю, вы свет этому миру. И знаете, в этот момент, когда ты это понимаешь и так легко читаешь на страницах Священного Писания, что Бог включил или дал тебе эту функцию, я есть свет. Так хочется применить это в своей жизни и сказать, ну да, свет это неплохо. Я бы хотел этим быть, я бы хотел так жить, я бы хотел быть особенным, я бы хотел быть особо освященным для чего-то. Но знаете, дальше Христос говорит еще одну удивительную вещь. И это написано в Евангелии от руки, 8 глава, 16 стих, написано так, никто зажегший свечу не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Вот Евангелие от руки, 8 глава, 16 стих. Почему так? Почему люди, которые на самом деле приняли это благословение и поняли, что они свет, или они наделены? Почему он их предупреждает? Что не надо брать этот свет и сувать его под кровать или под какой-то темный угол? В чем проблема? Если я был никто, меня звали никак, если я погибал где-то в своих там проблемах, в проклятиях, разводах, в алкоголе, в наркотиках, и тут стал светом, зачем мне это прятать? Ведь я нормальный человек, у меня жизнь изменилась, я намного лучше тех, кто живет в моем подъезде или в моей улице, но Христос говорит, никто не ставит. Знаете почему? Потому что многие люди, которые взяли этот свет, получили его в свое сердце, получили его в свой разум, потом приходит откровение, что у света есть цена, у света есть своя цена. в начале 20 века жил такой человек Варанаев Иван Федорович, я сегодня видел его фотографии там внизу на лестнице, и когда-то в гонениях он попал в Америку, и какое-то время там жил, Бог крестил его Духом Святым, я читал его историю и написано так, что он жил на Манхэттене, у кого есть представление об Америке, о понимании этого социального рая, многие люди хотели бы там быть, и после того, как он уехал из России того времени, он понимал, что такое разница, он понимал баланс. В 1920 году Бог говорит ему, тебе надо вернуться в Россию и там проповедовать Евангелие. На дворе 1920 год. Это очень смутные времена. Это разгар революционных настроений. Все непонятно, кто красный, кто белый, что победит. Не хочется жить в таких условиях. И Ивану звучит слово возвращайся в Россию. Он собирает свою семью, жену, детей и возвращается, зная на тысячу процентов, что будет нелегко, что там его уже ждут люди с теми взглядами власти и полномочия, которые готовы этого человека уже с парохода просто посадить куда-то в какие-то катакомбы. Этот человек, он получает, как вот эти люди, о которых мы читали, или говорили, вернее, о Ветхом Совете, он получает этот огонь. Он понимает, что туда, в Россию, надо ехать и проповедовать. Он приезжает. первые несколько лет, это были яркие месяцы, годы, вернее, служения. За несколько лет он открыл, или Бог через него открыл, совершил такую работу, около четырехсот церквей. Говорят, что приняли Иисуса Христа 17 тысяч человек. Представьте, как одна позиция одного человека смогла повлиять на самом деле на нашу историю, который, может быть, поехал туда, и сегодня мы знать его не знаем, только видим эту картинку и читаем историю о том, что он был. Но не все так было, потому что у Света есть своя цена. И когда Иван, он совершал эти движения проповеди Евангелия, и когда НКВД прихватили его, собрали всех его детей, раздали по детским домам, он больше никогда в жизни их не увидел. Жена, которая также пошла за ним, получила срок и освободилась только через 25 лет. Она выжила, она тоже больше не видела этого семейного очага радости Манхэттена, счастья земного человеческого. У нее был этот свет, она понимала, что она, это однобрость с Иваном, с этим мужем, Божьим. Самому Ивану дали срок, и история говорит о том, что на самом деле, когда он сидел в одном из лагерей, каких-то тоже здесь, где-то в Сибири или на Урале, я уже точно не помню, и когда он возвращался с работы, у него настолько не было сил, и он упал из этого, выпал из отряда, и охранники не хотели уже связываться или тащить его. Они просто спустили собаку, и они его закрыли. Я думаю, такое красивое начало, свет, миссия, 400 церквей, тысячи людей. Наверное, вот это хотелось бы иметь в своем резюме. Наверное, хотелось бы участвовать в неких движениях. но мы понимаем, что у света есть своя цена. Эту цену придется заплатить. Я, знаете, я думаю о том, что, а почему так? Неужели людям, живущим на этой земле, не нужен свет? Неужели они не понимают, что жить во свете это правильно и нужно, и это просто выгоднее? Местописание, которое я хотел прочитать, оно звучит так. это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 стих, написано так. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Представьте, люди, когда у них выбор был, свет или тьма, написано, они возлюбили тьму. Жить во тьме. И когда сегодня мы понимаем, думаем, ну какая тьма, посмотри на наши дороги, посмотри на наши магазины, посмотри на полки, посмотри на то, с какими телефонами мы ходим, где тьма? Мы так никогда не жили в нашей стране. У нас жизнь наладится, и может быть когда-то нам сделают метро, или еще что-то откроется. И мы верим, что на самом деле вот это какое-то есть представление света. Но на самом деле, если нам хорошо подумать и увидеть, на той неделе мы открыли страницу российского Росстата. Знаете, какие там цифры? в 2020 году Россия показала показатель по населению минус 510 тысяч населения. Минус 510 тысяч. Вы представляете, сколько это народ? И хочется понять, что за цифра? А я вам хочу сказать, даже если бы мы были на нуле, нам бы и то было бы плохо. Но мы показываем сегодня показатель минус 510 тысяч. И эти цифры, они, знаете, каким образом расшифровываются? На данный момент детей сирот в нашей стране находится около 700 тысяч. На данный момент в нашей стране около 2250 домов, детских домов. с учетом того, что родильных домов около двух тысяч. Представьте, какой баланс. Сегодня у нас требуется до миллиона койко-мест для того, чтобы положить наших дедушек и бабушек, престарелых на тысячу браков. у нас сегодня приходится в лучшем случае 800-850 разводов. Вот это на самом деле тот показатель вот этой тьмы. Люди готовы кидать своих детей. У меня у самого усыновленные дети, и вот они у меня уже в нашей семье почти 10 лет. Как вы думаете, сколько раз мама позвонила просто узнать о своем ребенке? Ну как он, что? Сколько? Ни разу. Даже не интересно. Сегодня абортов, которых делается в России только по официальным статистикам несколько миллионов и Елена Мизулина, которая выступала недавно сказала, ребята, не меньше пяти миллионов. Вот это наше положение. И знаете, о чем это говорит? Что великая тьма в умах людей и в умах сердец многих. Сегодня кто живет вокруг нас и возможно ездит на хороших машинах, имеют хорошее образование, вот это и есть тьма. И сегодня сам Господь Иисус, Он говорит, вы и есть свет. Я сегодня понимаю, что приходит мое время, но также есть понимание того, что я буду платить за это цену. Как вы думаете, если вы скажете женщине, не кидая ребенка или не делая аборт, вас с радостью выслушают? или скажут, или вы кому-то начнете проповедовать и говорить о том, что развод это зло и проклятие? О том, что кто-то оставляет своего отца и мать? Как вы думаете, этот светильник будет на ура? Да и нет. Я думаю, будет заплачена определенная цена. Но знаете, свет Божий, он не ослепляет, потому что во свете Божьем заложен замысел любви. Мы не можем просто пойти в это общество и сказать, смотрите, вы так живете. мы сами вчера жили так многие из нас. И вот эти цифры, которые я говорю, они принадлежат многим из нас. Разводы, аборты, проклятия. И только по милости великой Божьей мы вырвались из этой тьмы и сегодня можем жить во свете. Сегодня можем преображаться в его чудный свет. И сегодня, когда я имею этот светильник внутри себя и начинаю развиваться в этой жизни, иметь семью, иметь образование, думать о каком-то доходе, бизнесе или еще о чем-то, иногда этот светильник хочется засунуть под эту кровать. Потому что с ним очень неудобно. Потому что, когда мы приходим на наши работы, на какие-то объекты, там, где надо на самом деле являться светом и солью для этой земли, то такое чувство, что ты хочешь взять и спрятать этот светильник. Не-не. А где ты был в воскресенье? Кого-то завтра спросят на работе, как провел? Или что делал на 8 марта? Ну, мы с мужем, цветочки, тюльпанчики, все скажешь. Про кошек скажешь, про обои скажешь, про все расскажешь. Думаешь, скажу, что в церковь пошли, в лучшем случае спросят, а что, Пасха? И вроде еще не праздник какой-то. И надо будет отвечать о своем уповании. И иногда, идя куда-то, в какие-то обстоятельства, хочется засунуть этот светильник под эту кровать, забыть. И может быть, где-то там в воскресенье его достать, одеть свою какую-то одежду, причесать свой волос и явиться в чудный Божий свет. Ну, друзья, я понимаю, что Евангелие это не просто этическое или эстетическое формирование жизни человека. Это его статус. Я есть свет. И я сегодня живу с этим. я понимаю, что Христос, Он дал мне эту благодать и милость жить и быть этим светильником. Мы много раз в Библии читаем о том, что люди не бодрствовали, как те десять дев, которые не имели масла в своих светильниках. Когда должны были, ожидали и понимали, что придет Христос, но не обладали этим светом. Потому что были заняты тем или тем, как часто бывает в нашей жизни обыкновенной. Когда ты забываешь, ты пролетаешь и проходит день, вечер, неделя, проходят года. Когда мы смотрим на своих соседей и думаем, да, они вроде нормальные, и квартира у них побольше, и дети у них как-то по воспитанию. всем людям, кто живет без Христа, нужен свет Христов. Апостол Павел, который свидетельствует о себе в последнем своем таком стоянии перед царем Агриппой, это написано в Деянии 26 главе, когда Павел уже человек, который претерпел многие гонения, который уже потерял много за слово Евангелие. И когда он перестает перед своим последним тем человеком, который на самом деле мог бы его оправдать, выслушав его свидетельство. Знаете, как апостол Павел описывает свою встречу с Богом и написано так. Это Деяние святых апостолов 26 глава 13 стих. Это выдержка из объяснения перед царем. И он говорит так. То есть, когда он идет на коне, когда он едет на коне, и у него письма, чтобы гнать церковь, когда он очень сильно уверен в том, что он прав, что он во свете, что он так думает, и его философия направлена на благие дела, он встречается с Богом. И уже на прошествии некоторых лет он пишет или отвечает, вернее, перед царем, он говорит так. Среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Так говорит апостол Павел, который впоследствии услышал, когда Бог сказал Савва, Савва, что ты гонишь меня. И этот человек взял этот свет, и этот свет стал настолько ярким, что он стал проповедником, язычником, насколько мы это знаем, понимаем. И многие вещи, которые он просто вот транслирует, говорит апостол Павел, он говорит, все для меня является ссором, все почитаю каким-то меньшим по отношению познания Господа Иисуса Христа. Этот свет, он заплатил великую цену, он заплатил великую цену ради того, чтобы многие народы и многие племена, они могли взять этот свет Божий и выйти из этой тьмы. Я, знаете, когда думаю об этой всей глобалистике, об этих патриархах, об этих апостолах, я думаю, кто я такой? Я живу в Омске, в нефтяниках или где-то там, может быть, на какой-то отдаленной остановке, и может быть, у меня нету ничего того, и Бог со мной так не говорил, как может быть, с теми людьми, и не ставил их во главу какого-то направления, как Моисея или еще кого-то. Кто я такой? Где мой свет? Насколько я могу зажечь этот огонь? А я, знаете, я думаю, если я даже в своей семье являю свет по отношению к своей жене, по отношению к своим детям, по отношению к близким родственникам, это уже великое дело. если я являю этот свет на своей работе, на своей ответственности, или там, где я нахожусь, это великое дело. Иногда нам хочется где-то нашим разумом улететь в какие-то апостольские, мессианские поступки и миссии, но я уверен с того, что все начинается с малого. когда ты начинаешь светить в ноге, как, знаете, написано, Бог, он светильник в ноге моей. Когда я начинаю понимать и утром молиться и говорить, Господи, что мне делать? Я начинаю освещать хотя бы свой путь, хотя бы свой взгляд, хотя бы свой разум, а потом уже написано, если око будет у вас светло, то и все остальное станет светло. Я думаю, но если даже в этом моя миссия, если даже в этом на самом деле мой светильник, я же могу делать это. Это моя задача. Это тем, кем я сегодня являюсь и выполняю эту миссию по всему лицу земли. И еще одно местописание, которое я прочитаю, написано так, это первое послание Петра 2.9 написано так, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Друзья, те, кто примирился со Христом, мы уже понимаем, я уже в чудном Божьем свете. Он иногда так будет чудным. как в сказке. Смотришь на свои жизни, смотришь на свои ситуации, смотришь на себя в зеркало, смотришь свою медицинскую карту и понимаешь чудо на чуде. Ты смотришь на ближнего своего и во свете Божьем ты понимаешь чудесный Божий свет. вот так Бог замыслял освещать сегодня жизни людей. И знаете, я от всего сердца хочу нас всех благословить. Я хочу, чтобы этим посланием я сам себя смог смотивировать, наставить, напомнить себе, читая страницы Священного Писания и понять, Христос обо мне и о тебе сказал, ты есть свет. Последнее место Писания это написано Псалом 35.10 Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Псалом 35.10 Господи, мы и так живем во свете. Мы сегодня не ходим во тьме в этой физической. Нам как мы начинали, нам светит солнце. Мы не ходим на ощупь. Мы за это тебе говорим спасибо. Мы за это говорим тебе, благодарим тебя, Господи. Но мы сегодня ходим и в свете духовном. И для нас это великая благодать и мирность. Но более того, мы посланники этого света. Благослови всех Господь, чтобы это было основание нашей веры, нашего понимания, нашего здесь, на земле. Я от всего сердца благословляю нас, церковь.